Добро пожаловать друзья на мой канал, где сегодня буду рассказывать вам о 10 достойных стратегиях для ПК, которые поколели сердца многих геймеров и по всему миру. Так что колотите любимый напиток и готовьтесь погрузиться в захватывающие миры и стратегические баталии. Rise of Nations, игровой проект в жанре исторической стратегии, где все действия будут происходить в режиме реального времени. Данный проект точно придется по вкусу всем любителям игр подобного жанра, потому что здесь тебе предстоит возглавить огромную цивилизацию и сделать все, чтобы она процветала. Ты начнешь путь с самого малого, не имея в арсенале практически ничего, кроме маленьких и незрачных домиков. Постепенно ты будешь развивать свои владения, взяв под свой тотальный контроль все аспекты деятельности и прислушиваться к пожеланиям своих горожан. Ты должен достичь такого уровня развития, который позволит потом создавать боевых роботов, чтобы защищаться от соперников. Каждый игрок сможет развиваться так, как посчитает нужным, поэтому старайся обновлять каждое свое действие, чтобы стать лучшим в своем деле. Ты примешь участие в беспощадных сражениях с другими цивилизациями, чтобы доказать свое господство и превосходство. Submarine Tintens – это стратегия в реальном времени, сюжет которой основывается на истории краха человеческой цивилизации. В 2047 году на планету обрушается комета и дальнейшая жизнь на поверхности Земли становится невозможной. Для решения этой проблемы остатки человечества погружаются на морское дно для выживания. Но когда люди жили спокойной жизнью? Даже в морских глубинах они продолжают вести военные столкновения между собой. Поэтому игроку необходимо справиться с несколькими задачами. Позаботиться о выживании человечества и вести кровопролитные войны за ресурсы и технологии. Игроку на выбор предлагается три расы – черные осьминоги, белые акулы и силикоиды. Две первые являются противоборствующими сторонами человечества. А вот силикоиды – это инопланетная раса. Каждая раса имеет свои особенности и цели, поэтому и сюжетные линии, каждой из них отличаются. Многопользовательская часть игры – это то, на что разработчики делали упор. Вы можете соревноваться с компьютером, либо с другими игроками. Вас ожидает добыча ресурсов, строительство, развитие своей колонии, подводные баталии, менеджмент боевых единиц и многое-многое другое. К победе вас приведет лишь продумывание своих ходов и умение подстроиться под действия оппонента. Man of War Assault Squad 2 Cold War – стратегический игровой проект, действие которого происходит в режиме реального времени. Это уже вторая часть популярной серии, которая с головой погрузит тебя во времена жуткой холодной войны. Здесь тебе необходимо принять в сторону одной из самых мощных армий в мире, а затем постараться сделать все, чтобы она одержала победу. Здесь будут проходить безумные баталии между США и Советским Союзом, и ты примешь в них свое непосредственное участие. Ты возьмешь на себя исполнение ответственной роли – роли командира, на плече которого ложится ответственность за все самые важные и самые секретные задания. Игра включает в себя линию сюжета с неожиданными поворотными событиями, хорошо продуманную графику с приятной анимацией, а также историю, которую ты сможешь постепенно написать сам. Боевые арены довольно масштабны, и на них тебе необходимо правильно руководить своей армией, дабы дать отпор вражеским силам. Соперники не дремнут и готовы на все, чтобы сразить тебя на повал, а ты в свою очередь не должен им этого позволить. Тебя ждут безумные баталии, масса орудия и возможностей для истребления соперника. Wargaming Red Dragon – отличный игровой проект, являющийся сторонником жанра стратегии, где тебе предстоит отправиться в феерическое приключение и побороться за собственную жизнь, а также за сохранение всего мира. Все действия будут происходить в режиме реального времени, что позволит тебе глупо окунуться во всю суть происходящего. Ты попадаешь во временной период, который продлится с 1975 по 1991 год. Тебя ждет более тысячи единиц различного рода военной техники, каждую из которых ты сможешь использовать по назначению. В военный конфликт вступят сразу 17 стран, за одну из которых ты будешь играть. Главная задача состоит в том, что ты должен возложить все силы в победу своих сторонников, дабы обрести могущество и правление на целый мир. Каждая сторона будет обладать отличными особенностями, характеристиками и преимуществами, поэтому старайся сделать правильный выбор, учитывая при этом каждую мелочь. Отдельно хочется отметить военно-морские силы, где ты будешь сражаться и восстанавливать справедливость. Здесь будет возможность покорить не только сушу и воздух, но и морские просторы, захватывая все больше и больше территорий, тем самым истребляя все больше и больше соперников. Command on Conquer Red Alert 2. Игра в жанре стратегии, где ты попадаешь в альтернативную реальность, которую создал знаменитый и на весь мир ученый Альберт Эйнштейн. Ты сыграешь в довольно увлекательную и динамичную игру, которая продолжает историю первой части, выпущенной еще в далеком 1996 году. На этот раз ты окунешься в развитие событий после поражения Советского Союза. Марионеточный руководитель Советского Союза решил во что бы то ни стало отомстить США, поэтому принимает решение поддержать Мексику в противостоянии с американцами. Для начала тебе потребуется возглавить могущественную армию, после этого мировая война выйдет на следующий этап событий. Здесь у тебя будет выбор между сторонами конфликта, в каждой из которых по 12 миссий. Кроме того, ты сможешь пройти игру в одиночном режиме, у тебя будет возможность выбрать одну из 9 стран и привести ее к победе любыми доступными способами. Кроме всего прочего, данная игра была наделена множеством различных модификаций. И для своего времени это просто отличная стратегия. Steel Division 2. Восхитительная игра в жанре стратегии на военную тематику. Это уже вторая часть крупномасштабного проекта, которая вновь готова поразить тебя своей уникальностью. На этот раз тебе предстоит отправиться на территорию, принадлежащую Советскому Союзу, где ты примешь участие в масштабной операции под названием Багратион. Эта операция сыграла очень большую роль в ходе Второй мировой войны, и эта игра готова тебя с ней познакомить. Ты примешь участие в масштабных сопротивлениях, где тебе предстоит взять под контроль масштабные армии и всеми возможными способами привести их к победе. Тебе необходимо проявить все свои стратегические способности, ведь именно тщательное планирование действий поможет сразить врага на повал. Из особенностей стоит отметить огромные и максимально реалистичные карты, на которые происходили все сопротивления во время войны. Более того, ты сможешь собрать в свою армию самых разных юнитов с уникальными умениями, а также поставить против врага всевозможные виды боевой техники. Также игра готова порадовать тебя наличием нескольких игровых режимов, в которых скучать тебе точно не придется. Hearts of Iron 4. Занимательная игра на тему Второй мировой войны, которая исполнена в жанре стратегии с режимом реального времени. Тебе предстоит попасть в гущу событий самой глобальной и сокрушительной войны истории, где под твое руководство попадает все, даже самые мельчайшие аспекты, включая правильную постановку дипломатии. Перед тобой есть выбор определенной страны, за которой ты и будешь сражаться, отстаивая ее интересы до самого конца. Нужно сделать многое, чтобы та сторона, которую ты предпочел, во что бы то ни стало, одержала победу. Ты возьмешь под свой контроль не только бои, но и разработку мощного оружия, а также производство технических средств. Необходимо оптимизировать работу всей страны, создавать все условия для победы и обеспечить жителей необходимым пропитанием и лекарствами. Total War Free Kingdoms. Приключенческая игра в жанре стратегии, где за основу взята тематика мировой войны. На этот раз тебе в роли отважного бойца предстоит направиться в Китай, где и будут происходить основные действия. Эта страна находится под огромным натиском со стороны жесткого диктатора. Этот человек хитростью сумел захватить власть в свои руки и теперь намерен заниматься тиранией. Тебе предстоит сделать все возможное, чтобы остановить действия правителя страны и освободить жителей страны атаков. Добиться поставленной цели будет не так уж и просто. Предстоит приложить максимум усилий, а также на полную включить свои навыки тактического планирования. Сюжет рассказывает о том, что трое братьев намерены совершить восстание против жесткости и тирании. Они объединяются своими силами и собирают довольно могучную армию отважных воинов. Каждый из братьев обладает мощными боевыми навыками, которые смогут пригодиться в дальнейшем сопротивлении со сторонниками вражеской силы. С этого момента судьбы огромного человечества людей находятся именно в твоих руках и только от твоих действий будет зависеть исход событий. Song on Conquest – стратегическая игра в стиле фэнтези, где присутствует пошаговая боевая система и масса увлекательных, но в то же время сложных миссий. Отправляйся навстречу приключениям, проходи испытания и раскрывай мрачные тайны. Первым делом позаботься о наличии в боевом арсенале мощного оружия и атрибутов защиты. Враг не дремлет и готов уничтожить тебя в любой момент, поэтому не забывай о развитии собственных навыков. Игра позволит самостоятельно выбирать главного героя, а затем определить его к одной из уникальных фракций, каждая из которых имеет определенные способности и возможности. Игровой процесс достаточно динамичен и включает в себя выполнение интересных заданий, поэтому скучать у тебя просто не будет времени. Отправляйся на исследование окружения, добывай ценные ресурсы и необходимые предметы, которые помогут быстрее достичь цели. Истреби всех своих врагов и дай миру на светлое и безопасное будущее. Company of Heroes 2 не новая часть попутного представителя жанра стратегии, где все действия будут происходить в режиме реального времени. Здесь разработчики постарались придать всему игровому процессу максимальной реалистичности, чтобы игрок смог полностью погрузиться во всю атмосферу происходящего. Здесь у тебя будет масса стратегических возможностей, что позволит составить собственный боевой план действий, который будет выигрышным еще до начала сражения. Здесь тебе предстоит отправиться в самый центр жутких событий, которые происходили в военное время, где ты будешь сражаться до последнего за победу своей стороны сопротивления. Теперь огонь и взрывы способны растопить даже самую толстую глыбу льда, а люди, которые будут попадать на открытую местность, моментально замерзнут и умрут. Здесь тебе предстоит возглавить самые масштабные сражения с жуткими противниками, которые готовы на все ради победы. Ты должен сделать все возможное, чтобы стать победителем в том или ином сопротивлении. Я надеюсь, что данная подборка достойных стратегий для БК вдохновит вас на новые игровые подвиги и приключения. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забудьте поделиться этим видео с друзьями. Спасибо за внимание и до новых встреч, друзья! Субтитры подогнал «Симон»!